В 1937 году Бурят-Монгольский СССР была разделена на пять частей. Вместе с территориями из состава республики было вырвано порядка 40% населения. Прошло столько лет, и многие, даже буряты, готовы закрыть и забыть эту трагедию. Как рассматривается этот вопрос с точки зрения бурятского национального движения? — Спасибо, Ордан. Ты коснулся самой животрепещущей раны, боли бурятского народа. Мы никогда не можем забывать эту дату. 26 сентября 1937 года, через полгода после торжественного приема всего руководства Бурят-Монгольского СССР в Москве, Сталинским руководством, республика наша была уничтожена. Через полгода после принятия Конституции, где неделимость территориальной целостной республики была конституирована, тем не менее она была расчленена. Все руководство в одночасье уничтожено, за несколько месяцев уничтожено. Около 10 тысяч великих сынов народа, представителей интеллигенции, ученых, профессоров были учителей, врачей, великих врачей, были уничтожены, убиты, репрессированы. Территория раскроена. Ни к одному народу не было такого прецедента. Ни к одному народу не было такого кощунственного расчленения, разделения. Да, были ликвидации полностью республик, вывоз, депортации 13 народов, изменников якобы. Но вот такого кощунственного разделения на 5 частей, уничтожение всего интеллектуальной элиты, так скажем. А это на самом деле была интеллектуальная элита. Ликвидация письменности, все оттуда. Все наши проблемы порождены именно этим. Конечно, в целом, фундаментальная проблема наша заключается в том, что мы оказались в составе этой империи, страшной империи, в результате поражения в Отечественной войне бурятского народа 1629-1767 годов. В 138 лет шла эта борьба. Мы проиграли. Это фундаментальная основа наших всех последующих трагедий, проблем. А 1937 год – это конкретное в 20 веке. Когда народы самопределялись, деколонизация и все прочее шло, Сталин додумался взять и расчленить. Почему такое было обращение? Именно потому, что бурят-монгольская АССР имела политический вес выше многих союзных республик. Она участвовала в декаде. Союзных республик одна единственная среди автономных. Ее вес был большой. Лично выходил на Сталина Михей Ербанов, которого советская власть называла сибирским орлом, орлом востока и так далее. Бурят-монголия за эти несколько демократических лет, Ленинских и начальных периодов 30-х, Показала громадные успехи по всем возможным показателям развития экономики, политики, культуры. Она создавала театры, балеты и так далее, Сценическое искусство везде, в других народах Северии. Это был мощный народ, показавший, рванувший к высотам науки, образования, культуры, искусства. И именно этот народ был обвинен Сталином в панмонголизме, в попытке создания Великой Монголии, по примеру Чингисхана. И все его лидеры, а ее лидеры были панмонголисты, на самом деле, и так далее. Все они уничтожены. А потом Сталин начал выращивать новую партию, партию фразеров, фразеров, и создал ее. Все годы после 1937 года, после расчленения, выдающиеся люди бурятского народа продолжали писать, те, которые новые поросли. писать даже в 1939 году. Сайдуков, руководитель новосозданного, так называемого, Сердинского округа, писал по Ленкову-Северцикам. Почему нету никакой помощи? Зачем нас отторгнули? Верните обратно на место. На что, конечно, центральная власть, сталинская, ленковская, не могла сама посечь себя. Никакого ответа, естественно, не было. Я все это исследовал, написал в своих книгах. Все 60-е годы, 60-ники тоже были в нашей республике. Поэты, писатели, архитекторы, учителя поднимали в подпольных, полуподпольных организациях, ими созданных, вопрос о том, что это такое было, почему такой геноцид был в отношении бурятмонгольского народа, который показывал такие великолепные успехи по всем отраслям, экономикой, культурой, образованием, науке. Просили, писали, вернуть. Естественно, они все были уничтожены, все были разукнаны, потеряли семьи, трагедии были жуткими. Выдающийся философ мира, мистик, который вошел в число 12, философ мистика планеты Дондарон, он был забит в 74-м или 76-м году охранниками в тюрьме поселка Выдарина. Все они поднимали вопрос о возвращении. В 90-х годах с появлением российского закона, который был результатом национального движения нерусских народов, был принят закон РСФСР о реабилитации репрессивного народа. И, соответственно, Бурецкое национальное движение взяло на вооружение вот это политическое извинение государства, а это и есть закон, надо так и воспринимать. Все писало, разрабатывало. Я сам лично был тем, который писал сам Слав многоажды. Демократическую ельцинскую власть. Сам лично передавал ему руководителю администрации Улан-Удэ у нас в 1995 году на площади Совета. Каким образом надо в отношении нашего народа, репрессированного народа, на основании закона о реабилитации репрессированных народов РСФСР, каким образом мы видим, это было результатом трех-четырехдневного обсуждения на Сибурятском съезде 1992 года с 18 по 21 ноября, который я проводил. Лучшие люди, гуманитарии собрались, обсуждали в течение нескольких дней этот вопрос и разработали политические, культурные, социальные и прочие-прочие компенсации и прочие-прочие. Каким образом должна быть осуществлена реабилитация? Но, надо прямо сказать, все это провалилось, потому что Потаповская руководство, Потапов лично, в союзе с этим Шаргр, они все сделали, чтобы нейтрализовать, девальвировать проблему реабилитации репрессированного народа, проблему воссоединения незаконно оторгнутой территории с республикой. Он неоднократно писал в Москву в сговоре с лидерами автономных округов, он слал в Москву пустые письма о реабилитации бурятского народа. Причем духовно-культурно прямо указывая, что о территориальном объединении речь не идет. Вот это надо знать. А сегодня с приходом к власти гибиста, который пошел махать ядерную дубину в других соседних странах, вторгся в Украину, убивает невинных украинцев за то, что они не хотят стать русскими. Сегодня вопрос о реабилитации, естественно, выброшен. Законы о реабилитации репрессивных народов порваны, выброшены в корзину. Это и есть еще раз показатель, доказательства. Почему сегодня нерусские народы Республики Российской Федерации уже не хотят связывать какие-то надежды с новыми, якобы демократическими властями в этой нереформируемой империи? Надо ясно уяснить, твердо, попытка сегодня строить вновь демократию, вновь федерализм, вновь федеративные договоры, это попытка опять наступать на те же самые грабли. Это утопия, это глупость, это наивность. Надо осваивать сегодня только политическое поле деятельности, не выклянчивать культурные вопросы. Трагедия этноса в том, что когда они просят фольклор, от них им ничего не дают. Только лишь политически организованная нация, элита, ставит политические вопросы, и тогда происходит уважение этого народа и обсуждение проблем этого народа. Поэтому мы должны понять, чтобы нам дальше развиваться смело, культурно, красиво входить в число цивилизованных народов мира, а не колониальных смущенных владений. Нам нужно создавать независимые государства. Сегодня все создадут Таташстан, Башкортостан, Северокавказские республики, вне сомнения. Красивые федеративные конфигурации с другими родственными, исламскими, какими угодно регионами, под патронажем Турции. Нет будущего этой империи. Это очевидно, это понятно. Сегодня ни у каких политологов мира нет насчет этого сомнений. Поэтому надо нам осваивать. А проблема отторгнутых территорий, проблема расчленения, она должна быть. 26 сентября – это тот день, о котором пишет профессор Танака. 26 сентября буряты в каждой своей семье ставит свечку на окно, потому что геноциднее этой акции не было еще в истории России. Это рано не заживающее, ни в чем не повинные люди за то, что они мощно работали на развитии своей бурятмонгольской АССР во всех отраслях. Они были убиты, уничтожены. Почему государство не хочет извиниться? Почему оно топчет права? Потому что оно такое объективно-историческое, генетическое, психологическое, культурно оно так сформировано, империалистическое, экспансионистское. Это надо нам четко понять и решать свои проблемы отторгнутых. Только на международном уровне, только со всеми нерусскими республиками. Эта трагедия коснулась огромного количества семей нашей республики. До сих пор еще живы потомки их. Они должны поднимать. Мы проводили эту работу. Ходили постоянно 26 сентября к тому камню. Сейчас уже это не камень называется, как сейчас называется, на улице Ленховойна. Вот туда шествия делали. Надо обязательно проводить. Сегодня это чревато наказаниями. Но, тем не менее, мы должны знать и организовывать, бороться. 37-й год, когда были уничтожены самые лучшие люди, самый лучший цвет нашей нации по всем отраслям. Это мы никогда не должны забыть. Также японцы каждый, какой-то сентября, я не помню, или октября, они отмечают трагическую дату отторжения их северных территорий, они так называют. Так же и мы. Если мы примиримся и забудем, чего добивается власть. Но зачем, мол, столько лет прошло. Зачем нам иркутские буряты? Зачем нам агинские буряты? То кто мы? Что за нации? Мы не нации тогда, а сообщества трейбализирующихся землячеств, которые хотят продолжать смотреть в рот и еще черт знает куда этому монстру под названием имперский экспансионистский народ. Понимаете? Ничего плохого я не имею потомкам сегодняшним, которые живут. Я обращаюсь к собственным представителям нашего народа. Как это можно? Как это можно забыть, предать? Героев, вообще, героев Отечественной войны бурятского народа против вторжения панг-казаков 1629-1767 годов, когда тысячи-тысячи были их убиты. Они отдали жизни за нашу свободу, за нашу возможность жить. Как мы можем, мы должны возродить? Я писал, и сейчас четвертое свои издания книги, я пишу их по именам, пофамильно. Мы должны им ставить памятники. На этой памяти мы должны дальше жить, развиваться. Как мы можем забыть героев, которые погибли в 36-м, 7-м, 8-м годах, которые создали эту республику на уровне всех остальных республик? мы должны каждого вспомнить. Не только там, в книге памяти записать, а сделать какие-то мероприятия по ним. Вот так бы я сказал на твой вопрос, что такое расчленение на пять частей. Расчленение было так сделано, что Альхонский район, соединявший новообразованный Усерденский округ с республикой Бурятия, был выброшен напрямую, как будто это не бурятская земля, подчиненная Иркутской области напрямую. Также Анунский район, Анун – это святое слово для любого бурята-монгола, соединявший с Монголией, он тоже был выброшен при расчленении и отдан на прямое подчинение Читинской области. Это изощрение такого расчленения, разделения, раскромсания ножом кровавым. Что-нибудь кто-то может?